Вы не знаете, что кукаянпа шьет? Может быть, кукаянпа – это болезнь? Рыжие косички, торчащие в разные стороны, и веснушки – образ, знакомый каждому ребенку. Пеппи Длинный Чулок и ее хулиганский характер с успехом воплотила на сцене актриса школьного возраста Саша Королева. Я играю главную героиню Пеппи. Это озорная девочка. Она веселит от души людей. Театральная студия «Либерта» – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Пеппи Длинный Чулок – их второй спектакль. Начинался театр всего с нескольких юных актеров, теперь же это полноценная труппа из 27 человек. И, конечно, их поддерживают педагоги, которые выполняют роли костюмеров, гримеров и декораторов. Несмотря на то, что у ребят серьезный медицинский диагноз – детский серебральный паралич, режиссеры не дают им поблажек. Работают маленькие артисты, как взрослые. Никаких послаблений, никакого особого отношения. Все на профессиональном уровне. Естественно, какой-то отбор мы вынуждены проводить по функциональным особенностям ребенка. И именно поэтому у нашего фонда и свой медицинский центр есть. То есть вначале мы им восстанавливаем рефлексы, функции. И только последующим шагом уже идет работа в продолжении дефектологов и логопедов. Идут уже педагоги по актерскому мастерству, по сценической речи, по вокалу и всего остального. Сцена муниципального театра «Самарская площадь» всегда открыта для зрителей, а теперь и актеров с ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что благотворительные спектакли помогают детям с инвалидностью поверить в себя и в свои силы. Когда мы предложили вот эти гастроли привезти детей, которые сами с ДЦП играют в спектакль, и чтобы наши детки посмотрели, наши дети с ограниченной возможностями в «Самарске» посмотрели, мы, конечно же, отозвались на это, потому что я считаю, что это какой-то даже стимул. Может быть, у нас что-то подобное организуют. Со спектаклем «Пепи длинный чулок» маленькие артисты объехали уже всю Россию. В конце ноября их гастроли завершатся, и они приступят к репетициям нового спектакля. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.